В общем, продолжаем наш влог. Сегодня мы оравляемся на дачку. Сейчас заехали закупиться, затариться. Вечером буду делать шашлычки. Сегодня у нас единственный нормальный день, когда более-менее хорошая погода. Почти 20 градусов. Днем обещаю 25. Завтра, в принципе, вроде тоже. Хорошее обещают. В общем, посмотрим. Поснимаю что-нибудь вам. Йоу, дорогие друзья! Всем доброго времени суток. С вами Сиди Макушкин. И сегодня в этом потрясающее видео я хотел бы вам показать то, как я, собственно, устанавливаю здоровенный бассейн. Я его купил совершенно недавно. Размером 4,57 на 122. Bestway Steel Pro Max. Я думаю, что вам будет интересно посмотреть, кто как он ставится, так как там есть много прикольных вещичек в комплекте. Стоил он 20-ку, это не секрет. Вот мой старый бассейн. Он 3,05 на 3,05. В глубину 76 маленький. Ну, чисто искупаться можно, но я захотел чего-то нового. И купил себе большой бассейн. И вот мы уже с братаном построили вот такую небольшую теплицу. Или как ее можно назвать еще. У нас тут, собственно, была просто трава. У нас большой участок, очень большой, поэтому смысл месту пустовать. Уже достраиваем мы ее. Сегодня вот делали крышу из досок. Когда насыпали песок, выровняли поверхность аккуратненько. У нас это будет все полностью закрыто карбонатом. Конечно, у нас тут не прибрано, потому что мы особо сюда не ходим. Там вот немного картошки растет. Это старый дом, тоже на него внимания не обращайте. Вот такая вот прекрасная тепличка. Размером почти 5 на 5 метров с высотой. Ну, где-то 2,50. И угон-то в ту сторону. Мы, получается, ее вот сегодня второй день собираем. В принципе, все нормально. Приступим к установке бассейна. Хотел бы сейчас немного рассказать то, как мы ее строили. Естественно, изначально мы поставили столбы. Их у нас 9 штук. Далее делали вот такие вот перемышки со всех сторон по уровню. Делали, естественно, крышу, уклончик. Поднимали доски, дали поперечные. Потом покрывали карбонатом. Ну, мы сейчас пока временно это вот накинули, прикрутили. Получается, две боковые стороны вверх. Тут, естественно, мы будем это выравнивать. Потому что у Артема небольшое косоглазие. На самом деле нет у него косоглазия. Просто он не умеет ровно отрезать. Такие вот дела, получается. Нам понадобилось 8 листов карбоната. Та сторона тоже будет закрыта. Тут вверх тоже будет закрыт. С этой стороны тоже будет закрыта. Там всякие щели тоже закроются. Снизу тут все будет аккуратненько. Это земелька. Тут цветочки посадим. Все дела. У нас, естественно, будет дофига инструмента. Остатков карбоната. Но нас, собственно, это сейчас не интересует. Я хотел бы вам конкретно показать сам бассейн. Бассейн вот в такой взрывенной коробке поставлялся. Очень высокая. Но мне кажется, она больше, чем метр двадцать два в высоту. Ну, или примерно метр двадцать два. Вот я уже достал отсюда два шланга. Это для фильтра. Тут инструкция. Ее еще не открывал. Далее тут вот такая вот подстилочка под бассейн. Но, скорее всего, я ее не буду использовать, потому что мы специально купили песок, чтобы выровнять поверхность. И, в принципе, я думаю, она нам не понадобится. Далее вот такие вот насадочки. Это для фильтра. Также покажу потом, как это все устанавливается. Это затычки для бассейна и штучка, чтобы сливать воду. Вот эти вот кимпочки ставятся, если вы не хотите использовать фильтр. Далее вот эта коробочка. Она пустая. Ну, видимо, чтобы ничего там не болталось. Сейчас проверим аккуратненько. Да, она пустая внутри. Сейчас посмотрим, что вот в этом. Но, скорее всего, я думаю, что здесь у нас фильтр made in China. Ну, в принципе, бассейны Bestway и Intex, они все собираются в Китае. Вот этот бассейн, ну, уже лет пять. В принципе, он мне прослужил верой и правдой. Он в очень хорошем состоянии. Единственное, почему я его меняю, потому что хочу, чтобы у меня был побольше бассейн. И да, зачем же мы поставили вот этот вот здоровенный каркас? Для того, чтобы у нас бассейн быстрее нагревался. Как вы знаете, на Урале у нас погода такая себе. И могут начаться дожди, может похолодать. А вот в закрытом помещении, тем более, если оно закрыто карбонатом, плюс потолок прозрачный, все стенки прозрачные, воздух там будет нагреваться гораздо быстрее. Собственно, что у нас еще есть в комплекте? Сам фильтр. Вот два шланга. Потом вот эта штучка, она ставится в фильтр. Ну, собственно, это сам картридж. Далее лестница, вот этот коврик и крышечка для бассейна, чтобы ее закрывать. Ну, думаю, она нам не понадобится. Также мы еще купили такой поплавок, в который засыпается хлорка. Чуть позже его также вам покажу. Тут краткая инструкция. И еще главная фишка бассейна, именно стил про Best Play, это то, что тут есть вот такие вот замочки. То есть каркас становится более надежным. Ну, сейчас, когда будем собирать, я все вам это покажу. Вот я, получается, достал все комплектующие из этой здоровенной коробки, в принципе, там больше ничего нету. Во всех этих коробочках что-то лежит. Сейчас я буду распаковывать. Ох, запыхался, пока вытаскал пустов. Сам бассейн. Тут еще ножки. Они все железные. Тут, в принципе, ничего нету. Сейчас буду распаковывать, что же там в коробочках. Мы очень много времени потратили, чтобы сравнительно выровнять эту площадку. 5 на 5 метров. У нас также еще будет дверка. Ее я покажу чуть позже, когда мы будем вот это все доделывать. Очень-очень много досок нам потребовалось. Мы, получается, потратили 15 тысяч на карбонат и около 10 тысяч на доски. Плюс различные уголки, крепления и так далее, и так далее. Около 6 тысяч стоил песок. Но у нас там еще куча осталась. Артем накладывает. Там надо еще чуть-чуть подровнять. Ну, такое удовольствие достаточно дорогое. Бассейн 20-ку. В этой коробке, получается, у нас лестница. Тут вот сами ножки. Такие вот уголки. Далее, вот подстилка, получается, коврик. Фильтр. Катридж, видимо, внутри стоит. Инструкция. Потом вот уголки. Абсолютно такие же, только они больше размера. Вот, кстати, этот вот ключик, о котором я горел. И, в принципе, все. Сейчас будем это все потихоньку собирать. Надо разбираться. Потому что вот у этого бассейна все очень-очень легко собиралось. Ну, тут, думаю, тоже, в принципе, ничего сложного нет. Просто нужно немного подумать. Тут много деталей различных. Посмотрим. Надо понять, что вот это вот пупырышка. Итак, друзья, уже наступило следующее утро. И сейчас я хотел бы вам показать то, что у нас из него сзади. Где-то, как вы можете заметить, через прозрачный карбонат. Мы уже установили бассейн. Сейчас я вам все покажу. Кстати, вот в него сейчас наливается вода. Лучше, мы вчера сделали карбонатом эту стенку. Но еще не до конца. Вот сегодня будут доделывать. И карбонатом сделали с той стороны стенку. И установили вот такую дверку. И тут вот закрыли карбонат. Я не хочу, чтобы тут было прохладненько. Поэтому тут сейчас температура чуть-чуть побольше. Итак, вот такой вот здоровенный бассейн. Очень-очень большой. 4,57 и 122 в высоту. Набирается у нас, к сожалению, одним шлангом. Достаточно медленно. Уже где-то 1,4 набралась. Ну, я думаю, к сегодняшнему вечеру она берется. Вон, кстати, пополок, которым я говорил. Туда закидывается таблеточка, хлорка. И вот так выпускают воду. И он плавает сам по себе. Хлорку нельзя просто вот так закидывать в бассейн. Потому что она упадет на дно. И дно будет выцветать. Проверено вот на том вот старом бассейнчике. Итак, собственно, бассейн сюда вот прям впритык в лес. Я рассчитывал, что эта тепличка будет размером 4,70. Вот там, кстати, я тоже все закрою сегодня. Вверху и вот здесь вот. Очень-очень хорошо он здесь смотрится. Вот получается покрытие для бассейна. Ну, оно такое себе было. Это потом тут еще все приберется. Это пока временно. Далее вот такая вот прекрасненькая лестница. Видно, начали ее собирать. У нас возникла небольшая проблемка. Сломалась первая ступенька. Вот тут вот рестнул. А пока не знаю, что буду делать. Скорее всего, либо склеивать, либо спаивать, либо еще что-то. Пока вот положил сюда вот такой вот лист карбоната, потому что с крыши там немного смола капает. Установил фильтр. Получается, вот он. Ну, конечно, на мой взгляд, такой здоровенный бассейн и такой маленький фильтр. Можно сказать, что его нету. И вот там вот получается сливная дырка. Но, надеюсь, она нам не понадобится, потому что воду я тут, думаю, однозначно менять до конца лета не буду. А если буду, то только максимум еще один раз. Потому что тут 16 с половиной тысяч литров. Это очень-очень много. И тем более все это набирать одним шлангом. У нас же тут нету центрального водоснабжения. У нас скважина. Поэтому вот такие вот дела. Сейчас буду заканчивать поверху, вырезать. Это все самое сложное осталось. Потому что, видите, там вот на крыше эти вот надо пространство вырезать. Погода просто великолепная. Что я еще могу вам показать? Ну, тут, естественно, пока еще бардак. Хоть мы не прибирались. Очень много остатков карбоната. Ну, я их тоже использую. Сделаю поверху там заплаточку. Шиганом. Ну, а сегодня пока тут бассейн наливается, можно, в принципе, позагорать и покупаться в этом бассейнчике. Итак, дорогие друзья, прошло немного времени. Я уже сверху закрыл щели, как смог. Осталась тут только ювелирная работа. Подрезать края аккуратненько. А так, в принципе, все готово. Водичка у нас продолжает наливаться потихоньку. Плюс вот тут щели надо еще закрыть. Сделать щеколочку. Ручку к дверке. Пока у нас налилась примерно треть бассейна. Ну, я так думаю, она у нас, водичка, продолжает набираться. Напор не очень большой. Обидно, конечно, что один шланг. Ну, думаю, к вечеру сегодняшнего дня водичка наберется. Ну, конечно, тут очень-очень жарко, так как я по максимуму закрыл щели. Я не стал заморачиваться. Типа там аккуратненько это подрезать. Просто закрыл, чтобы ветер сюда не задувал. Чтобы температура поднималась, поднималась. Сегодня очень жаркий день. Обещали 28 градусов. Поэтому потихоньку водичка будет нагреваться. И потом уже в скором времени, может быть, завтра, я искупаюсь здесь. Друзья, ну, в общем, водичка налила. Сейчас все покажу. В этом бассейне мы уже который день купаемся. Там вода очень быстро нагрелась. Тут она только начинает нагреваться. Потому что у нас он наполнялся целых три дня. Ну, почти целых. Мы, естественно, делали небольшие такие остановочки насоса, чтобы он не сгорел. Вот так он прекрасненько заполнился. У нас он как-то немного под наклоном получился. Потому что тут чуть-чуть водички меньше, чем с той стороны. Ну, в принципе, ничего страшного. Вау, шикарно просто. Вода поверху уже, естественно, теплая. Потихоньку, помаленьку, думаю, на следующем году уже можно будет здесь купаться. Кстати, я вчера сюда запрыгнул. Вода, конечно, прохладненькая. Ну, в принципе, чисто нырнуть после банки или после того, как ты поджарился на солнышке, то самое то. Хоть он и кажется не очень большим, но на самом деле просто он здоровенный. По сравнению с тем, вот, тут просто какой-то маленький карлик. Вообще просто нереально. Субтитры сделал DimaTorzok